Небольшая пробка на выезде из города. На мосту вторые сутки работает ремонтная бригада. Но водители временные неудобства готовы перетерпеть. Яма на проезжей части глубиной местами до 15 сантиметров. Результаты резких перепадов температуры. Это осложняет и сам ремонт, при котором сейчас используют технологию укладки холодного асфальта. Несколько десятков тяжелых фур и он из-за плохой сцепки с ямой вылетит вновь. Уже на следующей неделе на помощь дорожникам придет новая техника. С помощью новой техники с инфракрасным излучателем ямочный ремонт станет эффективнее. Сейчас в нем нуждается участок мостового перехода общей площадью 900 квадратных метров. Но все же постоянно латать с дыры, по словам специалистов, нецелесообразно. К тому же, полотно моста и конструкция швов изношена более чем на 60 процентов. Выводы обследования 2012 года показывали, что замена элементов полотна мостового перехода, полная замена, экономически целесообразнее, чем их восстановление. Мы предусматриваем полную замену деформационных швов, замену гидроизоляции, дренажа, замену слоев асфальтобетона проезжей части. И при необходимости будет выполнен частичный ремонт пролетных строений и опор мостового перехода. Сейчас готовится проектная документация по ремонту. Сметная часть должна пройти госэкспертизу. Сам ремонт планируют начать уже в октябре. Во время его проведения на мосту, скорее всего, сделают реверсивное движение. В 2012-м оно использовалось при ремонте моста по улице Главной. Во избежание пробок большегруза планируют направлять по Кировскому мосту. Во время ремонта мостового перехода Южный также планируют отремонтировать путепровод через железную дорогу в створе улицы Аврора. Павел Баймаков, Константин Головин. События.